Всем здравствуйте! Как всегда, не без проблем. Начинается любая трансляция. Хотя, две предыдущих были без проблем. Видать, что-то изменилось опять. Хотя вот зелененький загорелся, опять красненький, опять оранжевенький и по кругу. В общем, ладно. Сегодня мы будем разбирать опять при помощи Google переводчика статейку. Журнальчик электронный из Штатов. В общем, мы уже выяснили, что вот эта вот компания, скорее всего, которая предоставляет свои услуги. Это одна из их услуг. Это видео от этой компании. Одно из их услуг. Так, это, наверное, сама под... А, нет, это что-то уже другое. Так, мы вот это вот, наверное, две пока полистаем. Посмотрим, что здесь есть. Здесь, кстати, ролик был. Это как собирается эта вся конструкция. Не знаю, может кому-то пригодится, конечно. Может быть и нет. А, ну это типа... Все, я понял, как устанавливаться. Так, что у нас тут? Мне хочется просто их все удалить. Они у меня в почте очень много места занимают. Ну, и заодно, может, что интересное будет. Система Blastet PowerPunk PowerPick Разработана для проектных площадок с неблагоприятными условиями почвы или грунта. Так, на бетонных основаниях, я так понимаю, вот эта вся конструкция держится, чтобы ее ветром не унесло. То есть, скорее всего, она вкапывается. Ну, да, она вкапывается. Вот я как-то хотел, помню, ролики снять. Искал такие фотографии. И как, в каких местностях есть ошибки при установке панели. Здесь все грамотно сделано. Но есть панели, которые находятся ближе друг к другу. Как раз вот картинки мне такие нужны были. В общем, как-то так. Так, 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 так. В общем, как-то так. Что у нас дальше? Ну, дальше то же самое идет. Окей, понятно. Так. Это неинтересное письмо. Его можно удалять сразу. Считаю, там одна реклама. Так, я сразу закрою. Так, это мы с вами уже смотрели. Это тоже удаляем. Это мы с вами смотрели на прошлые трансляции. И вроде бы тут ничего такого особенного не было. О, основы солнца. Что такое? Бифациальные солнечные модули. О, это без обратной стороны. Ой, помню, мне много людей задавали подобные вопросы. Посмотрим. Что тут предлагают у нас? Ой, как долго все грузится. Ой, какой плохой интернет. Какой сегодня плохой день. Привет, привет. Тут банды нет. Тут сидят... Тут находятся. Никто тут не сидит. Так, сейчас посмотрим. Что тут? Скорее всего, это они будут рассказывать про модули, у которых нет подложки с обратной стороны. А панель просвечивается насквозь. Якобы это такой вот рекламный ход. Для того, чтобы увеличить мощность солнечных панелей. И эффективность технику. Ну, на самом деле, если знать немножко опыта электронику, то, в принципе, ничего здесь нового нет. Но и нет того, чего здесь обещают многие. На самом деле, в большинстве случаев, вот как вот это вот подобное решение, оно весьма неплохое. Но, опять-таки, если солнечная клетка, солнечный модуль, либо монокристалл, либо поликристалл, настолько тонкий, что может какую-то часть света через себя пропускать. Если же этого нет, то, что там Ева находится, Ева после элементов, и идет прозрачный пластик, это полный фуфел. Ну, я так думаю. Хотя, может создать какую-то благоприятную тень, например, в Арабских Эмиратах, да? Где-нибудь дорожки какие-то. Вот здесь вот видно, что фотошоп какой-то идет конкретный. Вот на этих вот фотографиях. Вот обратите внимание, видите, там немножко они просвечиваются. Так, надо немножко назад. Вон. Вот черные модули, которые они предварительно показывали, они достаточно черные. Вот, обратите внимание, только свет падает через вот эти пробелы между элементами. За счет этого, в принципе, создается приятная тень. Большая часть солнечного света рассеивается. Подобные навесы можно использовать, как на тротуаре, в теплых странах и так далее. И, кстати, про это я рассказывал, общался с компанией, которая находится в Новосибирске, но завод у них находится в Китае. Вот они тоже рассказывали, что в основном подобные модули приобретают Арабские Эмираты и другие страны, не Россия. У нас они не популярны. Насколько я помню, у них солнечные панели из двух стекол между элементами Ева-Ева, два стекла и она безрамочная. По идее, из таких солнечных панелей можно делать неплохие стены, навесы, но все равно пробел между ними, между панелями будет. Поэтому полностью остеклять вряд ли получится. Хотя, как задумка такая, знаете, минимум света, больше пользы. Где-то на открытом воздухе, я считаю, подобные панели неплохо себя, как бы, зарекомендовали бы. В общем, можно эту страничку тоже закрывать. Сейчас посмотрим, что там дальше, может, интересно. У меня тут просто писем этих скопилось с 19-го еще года, с конца я все хотел, а там вот этот распри людей, и поэтому я все откладывал в эту тему. Так, а вот это я же удалял только что. Не используйте мыло. Ах, как нехорошо. Так, гостевая колонка. Так, это опять знакомая фотография, мы ее смотрели в предыдущем кадре, где-то она была. Кстати, обратите внимание, рекламные материалы или статьи, которые пишутся, в большинстве случаев есть вот такие вот картинки, и обычно эти картинки защищены авторским правом. пока это закроем. Блин, как долго все грузится, да е-мое. Что там вообще происходит с этим интернетом? Так, я посмотрел, что звук есть. Это мало ли, думаю. Так, посмотрим, почитаем, переведем. Поддержка солнечной энергетики поможет экономике восстановиться после ковид-19. Нам огромное непределимое влияние. Так, это я не знаю, это я вам читал, это я читал, это не то, что интересно, это не для нашего, так скажем, понимания. Здесь совершенно другая информация дана, и нам она неинтересна будет. А вот это уже поинтереснее, преимущество хранения тока для существующих организаций, больниц, и так далее. Сейчас посмотрим. Вроде бы это то, что я думаю. Одна логическая цель для соединения батареи солнечной батареи скрывается ввиду множества гигаватт уже установленных солнечных фотоэлектрических ресурсов. Одна из крупнейших коммунальных служб в стране базируется в Северной Каролине, стремится использовать эту возможность Dike Energy. Установил накопители энергии в некоторых своих существующих фотоэлектрических массивах, планирует продолжить эту интеграцию в будущем. По поводу вот таких вот подстанций, из которых есть реально аккумуляторные батареи, и они обеспечивают запас на срок от одной минуты до полчаса, если не ошибаюсь. Они есть разной мощности. Ставят их обычно у тех организаций, которым необходимо бесперебойное питание постоянно на случай отключения либо случай скачков каких-то или форс-мажора. Так, что тут у нас? По мере того, как все большее количество возобновляемых источников энергии попадает в цель, потребность в ее оптимизации за необходимость обеспечения напряжения и стабилизации частоты будет возрастать. Один из самых простых способов сделать это использовать хранилище энергии и позволить этому хранилищу заизмодействовать солнечные энергии, сказал Тон о развитии бизнеса Dike Energy обеспечить стабильность энергосистемы является неотъемлемой частью нашего устава как регулирующего коммунального предприятия. Если вы хотите это там, так, соединение переменного тока солнечные, ну это грид-системы, описание идет напротив степла с постоянной энергии накопительной на стороне постоянного тока источника передвижения, хотя могут здесь всякие причины сходить подъемные перемены. Так, когда речь идет об установке хранилища, эфирах, так, это не то, что я вам рассказывал, это и речь идет непосредственно прогреть систему, то есть напрямую сбрасывать необходимую энергию от солнечных панелей в сеть, отношение постоянно тока к переменам относится к количеству установленных, блин, какая жара, у нас просто опять за тридцатку, в последние годы свести с падением цен на фотоэлектрические панели, усовершенствование технологии, наблюдения, тенденции, блин, такой еще так, DCIS в более крупных солнечных установках увеличилось с 1.5 до 1.8 постоянного против переменки, существуют некоторые фотоэлектрические инверторы, способны выдерживать перестройку постоянного тока в два раза повышающую фотоэлектрическую мощность до номинальной мощности переменного тока, ой-ой-ой, боюсь, если я тут начну еще рассказывать, я к этому еще не готов, так, короче, это муть, мы ее оставляем, это не то, так, общайтесь с сильными ветрами, с уверенностью используем нашу адаптивную систему солнечного монтажа, интересно, что это за система такая, у меня просто стоит, 30 метров в секунду выдержал, что там интересненького такого, пока там грузится, посмотрим, что тут еще есть, как включить, так, вот эту тему, где-то что-то я ее уже кому-то скидывал, поглядеть, вот, эффекты коронавируса и полет к обеспечению качества, вот это уже поинтереснее, так, и смотрим, здесь у нас обычный монтаж, обычные петли какого-то своего качества, ну, ничего такого особенного, вроде, в этом нету, показывают ребята, рекламируют себя, ну, молодцы, кстати, вот в таких вот фотографиях обращайте внимание на то, какое расстояние от солнечных модулей до кровли, обращайте внимание на цвет кровли, да, обратите еще внимание такое, что у нас большинство кровельного материала, оно темное, черное, темные тона, вот где-то вот в других странах, так, чтобы никого не задеть, у них более светлые оттенки, яркие оттенки, которые, соответственно, меньше поглощают солнечного излучения, а это необходимо, кстати, иметь в виду, то есть, если здесь вот выполнен монтаж таким вот образом, панели продуваются со всех сторон, а вот тут, кстати, такое ощущение, что там лист какой-то, что-то странно, это вот, как будто там прям закрыто еще солнечные элементы с обратной стороны, но это может быть просто особенность такая, площадки, ничего конкретно здесь больше не, ну, обычные направляющие, хотя угол прикольный, смотрите, как армирование выполнено, прикольно, да, интересное решение, вот будете знать, что в принципе есть крепеж, достаточно современный, свеженький, так дальше, что тут у нас, так, вот про это надо посмотреть, про это вроде бы я хотел что-то рассказать, сейчас посмотрю, оно, не оно, ага, оно, сейчас посмотрим, сейчас я вспомню, это было давно-давно, и по поводу, объекта физичного, блок-диаграмма, когда одна из невидимых проблем, проблема заключается в плавающих батареях, в заземленную, фотоэлектрическую батарею, вот тут-то очень неправильный перевод, и сейчас мне надо смысл уловить, мы столкнулись с проблемой хранения постановления тока с помощью положительной изоляции, так, постановки гальванической, изолированная, это было совершенно неожиданно, когда мы начали решать эту проблему, оказалось, что единственным решением было создание изоляции между гальванической, речь идет про гальваническую изоляцию солнечных систем от электросистемы, так, как гальванические развязать, оптимизировать DC-DC, облегчает преоборудование хранилища, так, как у меня так, мы из высшего уроков, установка фотоэлектрической системы, те, которые подключены к центральным инверторам, как правило, заземлены, во многих случаях установлены фотоэлектрические системы, имеют отрицательность заземления, в случае недавнего проекта существующих, имела более старую модель панели SunPower, которая имела положительные требования к заземлению фотоэлектрических панелей, нуждаться в заявлении, по ряду причин, включая необходимость сохранения энергии, так, вызов, с другой стороны, система аккумулятора, иметь плавающие площадки цепей безопасности, требования и необходимые для системы, поскольку наличие плавающего заземления допускает две неисправности для возникновения серьезной ситуации безопасности, при увеличении двух неисправностей, первая неисправность может быть обнаружена бортовыми системами, обнаружение неисправности и безопасности создать аккумулятор до возникновения проблемы. Так, я, короче, начинаю вспоминать при всем внимании, которое уделяется пожарам в системах накопления энергии, крайне важно соблюдать указания по безопасности производительности производителей батарей. Ой, блин, так, сейчас я блямками отключу. Так, получается, сейчас я объясню вам. Так, не ту, не ту, не ту, где та картинка, вот она, вот так вот. Короче, каждое солнечное поле, каждое солнечное поле не просто параллелится между собой, в случае возникновения проблем с одним полем, второе уже становится нагрузкой и идет как цепная реакция. В данном случае, ребята, предложили каждое поле завязать на независимый контроллер или систему преобразования, которая гальванически развязывает каждое поле солнечных батарей. Таким образом, система получается более надежной. Система между собой никак не контактирует, имеет каждая система свою землю, при этом гальванически друг от друга развязана. и подобные решения говорят, что более эффективные и более надежные, чем обычные системы, которые применяются в построении больших солнечных электростанций. гальваническая развязка используются, когда две или более электрических цепи должны сообщаться. То есть, речь идет именно не про цепи, перевод неправильный, про именно сборки панелей, то есть, соединенных последовательно. То есть, например, 20 панелей соединенных последовательно, еще 20 соединенных последовательно, а потом запараллелены. Есть контроллеры, которые каждый контроллер собирает с каждого поля, вроде бы, как бы, контроллеры независимы, но гальванической развязки нет. В случае форс-мажора проводочек прошибло, идет короткое замыкание, выгорает все поля, которые соединены в массив. И для того, чтобы это избежать, предлагают все гальванические развязывать и делать преобразователи типа DC-вход, DC-оут, и при этом гальванические они развязаны. Инвертор, рефлектор, гальваническая развязка используется, когда две или что ты мне не хочешь переводить? Обиделась на меня. Сейчас мы все равно переведем. Наверное, так плохо с интернетом, что вот видите. Но не забывайте, трансляция потом появится в записи в хорошем качестве. Гальваническая развязка используется, когда две или более электрические цепи должны сообщаться, но их заземления могут иметь разные потенциалы. Гальваническая развязка это эффективный метод разрыва, контура заземления путем предотвращения протекания нежелательного тока между двумя устройствами, имеющие общий проводник заземления. Соединение постоянного тока солнечных и накопительных требует преобразовать постоянного тока и потом требуется для того, чтобы сообщить его с устройством, которое будет заряжать аккумуляторы, сначала необходимо его преобразовать, а затем еще раз преобразовать, при этом преобразователи между собой гальванические развязаны, то есть не имеют общего проводника. отображение напряжения или фотоэлектрической системы на напряжение аккумуляторной батареи при изоляции возможных схем дифференциального заземления продукта достичь этого преимущества с помощью компактной и эффективной корпусе благодаря применению передовой силовой электроники на основе карбида кремния. Ну и вот показывают какая эффективность, при каком напряжении, хороший день, дымка и горячий день, то есть холодный день, жаркий день, нормальный день. И вот какая будет производительность систем. Ну и соответственно по заряду, заряд видите пунктиром выделен, у нас будет происходить в этих участках, а максимальная точка у нас будет мощности вот в этих участках. преобразователи постоянного тока Леон служит для отображения дифференциальных напряжений между фотоэлектрическими системами и батареями размещенными на одной шине постоянного тока. Это отображение показано выше. Так, добавление хранилища к солнечным проектам. Следующий рубеж в революции чистой энергетики, но без технических проблем. Так, ну я как понимаю, я вам просто объясню, если здесь использовалась просто передача на грид, то я как понимаю, что ребята хотят, чтобы это все дело заряжало банк аккумуляторов, и потом из банка аккумуляторов по мере необходимости мощности могла вытягивать постепенно мощность, а аккумуляторы служили как буфером между сбросом электроэнергии и выработкой, то есть и за счет преобразования типа повысить эффективность солнечных панелей. На мой взгляд, ну почему бы нет, ребята попробуют, может в каких-то странах это будет весьма эффективным вариантом, но по сути я не вижу особого смысла прям так заморачиваться. Если проблема с пожаром есть, для того, чтобы обеспечить понижение температуры работы солнечных модулей, можно рассмотреть другие совершенно проблемы, то есть варианты исполнения, например, установить их выше, чтобы ветер передувался, или установить их в каком-то в другом месте, то есть вариантов на самом деле множество, можно посмотреть, придумать. Но суть такая, идея сама по себе неплохая, то есть видите, я так предполагаю, что проблема может заключаться и в молниях, и в магнитных каких-то полях, при возникновении статического напряжения, но опять-таки это не точно, основную суть я уловил в том плане, что тут видите описание идет касаемо заземления, то есть все эти модули у нас соединены с вами в цепь преобразования, так сейчас откроет не откроет, чтобы она получше как-то побольше была, вот он открыл, и мы с вами что тут видим, так, 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 какая тут, какая вот эта красотулька, комбайнер бокс, мппт контроллер, дс-дс преобразователь, гальваническая развязка, все я понял, то есть они видите, как раз вот эту проблему хотят устранить в случае если какая-то проблема возникает, и например короткое замыкание в случае выхода одной секции или поля задевает вторую, они между собой не связаны, если полностью короткого замыкания здесь не будет происходить, так как по контроллерам они развязаны, то второе поле толком не пострадает, может пострадать только по проводам, если подобная проблема есть, а так одно поле выйдет из строя, при этом идет также контроль этого контроллера, соответственно по статусам он может сообщить, что вот у меня что-то не то, с панелей очень маленькая мощность идет, либо обрыв, а у остальных мощность есть, и сообщить о проблеме, ошибке на линии, но по идее можно здесь анализировать эту ситуацию и попытаться подумать, как они, для чего эти технологии применяются, но так скажу, что для обычного обывателя эти технологии они не нужны, это сильно дорогостоящее применение, потому что с гальванической развязкой каждого поля это очень дорого, большинство контроллеров не имеют гальванической развязки, например, вы сталкивались с ними, с обычным контроллером, у которого стоит просто дроссель, не импульсный трансформатор, а дроссель, вот с импульсным трансформатором, который имеет в принципе гальваническую развязку, но оно стоит очень дорого, и причем гальваническая развязка там идет на входе, там если не ошибаюсь наоборот идет, схемотехнику посмотреть, но это не то, это не для обычного обывателя, так, ладно, попробуем посмотреть, что там может дальше что-нибудь интересненькое будет, ой, надеюсь сегодня хотя бы три странички побольше бы удалить прям вообще интернет какой-то адский, просто адский интернет, адский ад, я бы так назвал, адский подгружается очень-очень долго, так, в настоящее время мы сталкиваемся к карьерам, так, эффекты и полетки обеспечения качества, фондовый рынок, так, это не то, может, мы должны капитализировать поставщики, конечные владельцы солнечных активов, так, это про акции, это не то, так, многие фабрики работают в пределах или вблизи, так, 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 это не то, это не интересно, смотрим, что у нас там дальше есть, картинка так красивая, как будто там вообще того, так, вот это мы открываем, а то мы, наверное, уберем сразу, удаляем, это уже не интересно, ой, вот это вроде панель, как раз, про нее можно сегодня рассказать и закончить обзор, так, а я про нее рассказывал, про нее трансляцию делал, вот так вот, значит, надо будет удалить просто, квест ревенс делает солнечные навесы по-разному, под, финансируем мистерство энергетики, также выполняется по-другому уникальному дизайну навеса, компания solarpoorworld получила подобную информацию, так, 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 в мировой солнечной энергетике установлен навесах, ух, квест разработал оранжевую скобу, чтобы соответствовать модели детали, поставляемые, не знаю, что это такое, как это, не странно, установки инверторов, а, все понял, это для навесного монтажа инверторов, вот это вот инвертор, а это оранжевый крепеж, для того, чтобы зафиксировать инвертор непосредственно под навесом из солнечных панелей, так, и благодаря возможности безопасного монтажа оборудования, подключения проводов переменного постоянного тока, к земле это упрощает весь процесс установки инвертора, в конечном итоге сокращает трудозатраты и время, в эпохе жесткой маржи и усиления конкуренции эти факторы становятся все более важными, так, 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 блин, какие у них там толстенные провода, я не знаю, видно будет или нет, так, надо чаечек допить, ну, что там картинка-то, загружайся, ой, какая жара, ой, какая жара, ребята, ребята, что же летом-то будет, я уже забыл, что такая жара бывает у нас, влажность просто адская, а, а вот здесь, смотрите, алюминиевая, видите, или даже из жести, а так, прикольное, да, решение, блин, провода, конечно, конкретные, так, это получается где-то по 4 квадрата жгуты, это, наверное, со всех модулей стянуты, и потом они заводятся на свои поля, прикольно, прикольненько, так, вот, самое неприкольненькое, это из этого выйти нельзя, а я уже закрыл, так, ладно, мы попробуем сделать вернуться, так, а здесь у нас что открылось, так, ну это, так, новостные трансляции ихние, а, это вот короткие, все, я понял, это решение ихние, как электрик получила свое начало развития компании, вот, самое интересное, смотрите, столбы есть, заводик там вдалеке, и вот солнечный массив, вполне себе уживается, вот еще один солнечный массив, так, на что надеяться добивать ближайшие, мы хотели бы, чтобы работали над другими галатинами, некоммерческими проектами, и проектами с низким доходом, мы действительно хотим помочь людям с нашими проектами, мы хотим быть в состоянии предложить больше уникальных услуг нашего рынка, ну, я так понимаю, вот это частное хозяйство, оборудовано солнечными модулями, и вот, тоже обратите внимание, вот тоже интересно такие картинки смотреть, в том плане, что на этих картинках у нас изображается, вот видите, маленький, такой, вот из нескольких домов, жилой массив, и обратите внимание, куда установлены и смотрят солнечные панели, здесь они просто лежат на кровле, здесь уже, видите, приподняты под углом, потому что угол не соответствует, и они находятся сбоку, здесь то же самое, только в другую сторону, видите, вот подобные вещи у нас очень редки, и если крыша дома стоит неправильно, устанавливать панели на ней нецелесообразно, и кстати, у большинства людей подобные системы стоят на балконах, начинают работать только с часу, с двух дня, и до вечера, у кого-то только вечером, и это на самом деле не выгодно, но тем не менее, ребята, которые подобные ставят, какой-то свой плюс все равно получают, и довольны даже этим малым, мы любим Карлсон, электрик, у нас таких слов, мне кажется, вообще никто не пишет, никогда не сомневаемся в том, что они не могут делать все, на что способны, я горжусь, что работаю на нескольких очень интересах в солнечном проекте, вместе с ними, ой, как мы можем быть в углу подрядчика, капец, почему у нас вот так вот все, а ну вот они, гридики висят достаточно красиво, так, высота инверторов делает практически невозможным вмешательство в их работах, они также защищены от повреждений транспортных средств и людей, то есть это вот смотрите, навесы для зарядки, например, солнечных электростанций, либо где-то парковая зона, либо какая-то улица, да, highway, я не знаю, вот что-нибудь такое, улица, просто закрыта солнечными модулями, просто под ними установлены гриды, и все это визуально выглядит вот таким чудесным образом, и все это работает каждый день, вот это прикольное решение, на самом деле, я сначала думал одно, но сейчас я понял, что достаточно неплохое решение, и вот видим, что высота здесь приличная, тут даже деревья под солнечными панелями скрываются, вообще достаточно неплохо, плюс какой-то свет солнечный все равно проходит, ну, кстати, обратите внимание, вот смотрите, видите, то же самое, просто мутная белая подложка солнечных модулей, которая не проводит солнечный свет, и в то же время, в Китае, вы можете заказать, там у меня ролик даже на основном канале был, пленочку, вы можете вместо этой белой, черную, синюю, прозрачную, желтую, любую, любой оттенок, закатать, и у вас будет точно так же, часть света какая-то проходить с обратной стороны, но весьма неплохое решение считаю, но вот они там предполагают, я так понял, что они делают их оранжевыми или какими-то желтыми, для того, чтобы их можно было видеть, что они, вот они здесь, они, вот они висят, короче, как-то вот так, никто ничего не написал, в действительности отличается от других навесов для автомобилей на рынке, а это автомобильный рынок, они конструктивно и визуально сильно отличаются от своих трехмерных дизайном фермы, и архитектурный проект обычно можно увидеть в аэропортах или на вокзалах, кстати, да, подобные навесы где-то я видел в аэропорту, если не ошибаюсь, то в Москве, но я могу ошибаться, так, техническое обслуживание выполняется с использованием каркасных и выдвижных лестниц, то есть, если что-то случилось, подъехал, лестницу поставил, залез, посмотрел коды ошибок, при необходимости можно демонтировать, опять-таки, все прекрасно, интересно, правда, как это все ветра выдерживает, но горизонтальное положение не столь будет проблематично к сильному ветру, наверное же, потому что конструкция там рассчитана на какой-то ветер, а вот насчет града, вот тут как посмотреть с одной стороны, так что, ну это уже более интересненько, так, про это мы смотрели, прошлое, сейчас заглянем, так, пока заглянем, я это удаляю, так, смотрим следующий, так, просто вздвинуть, так, быть представителем в мире солнечной энергетики, заходите, да, вот он, 400-ваттная, это с гридом и без, из, какие там, 12 солнечных или 20 солнечных модулей, класс, так, ну это у нас получается рекламка, я даже не знал, что был пожар в Калифорнии, ну давай, 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 ну тут даже картинки есть, картинки полистаем, ну е-мое, так, штаб-квартира находится примерно в 20 минутах езды от города Рай, штат Калифорния, Калифорния, город в настоящее время известен большинстве стран мира, после ноября 2017 года, лагерь пожар сгорел, почти все в нем до основания, около дюжины 70 сотрудников, занимающихся солнечной установкой, были с тех пор, кто, и среди тех, кто пострадал от самого смертоносного пожара в истории Калифорнии, это там, где борются за экологию, будь здоров, либо потеряли свои дома, так, это интересно, это действительно ключ к представлению людям, возможность помочь, это иметь быстрое и удобное место для размещения средств, сказал Хаммер, это было очень важно для тех, кто могли сказать, вот ссылка, если вы хотите помочь, прикольно, да, прямо вообще такое, интересно, а что у них там горело, не лес вроде бы, так, все участвуют в разных уровнях, денежные пожертвования, внес около 60 тысяч долларов своим сотрудникам, чтобы адекватно помочь им отправлять от разрешения потерь и еще осталось в фонде около 20 тысяч долларов, выгорело, конечно, прикольно, коммерческая солнечная установка в старшем центре, который был разрушен лагерным огнем, стимулирует, так, ну, понятно, это неинтересно, я считаю, ну, так, да, ничего себе, в основном устанавливают жилые и коммерческие солнечные проекты, новые его в зоне обслуживания находятся сотни университетов, компания выделяет нишу на рынке школ восточного побережья, блин, это вы посмотрите просто, а почему бы нет, мне кажется, не такое уж большое поле солнечных панелей, частные клиники, какие-то учебные заведения, школы, детсады, больницы, резервные источники питания, все это можно, в принципе, легко собрать, а вот кстати, заметьте, про ветрогенераторы я вообще не говорю, вот не в обиду будет сказано, вот если солнечные поставил и забыл, и ходи проверяй до обслуживания, то с ветрогенераторами другая ситуация, их надо реально промышленно ставить где-то подальше, подальше, и чтобы не дай бог ничего, никого и никак, похоже на какой-то не знаю университет или еще что-то или школа вообще какая-то 175 киловатт в университете миллер с вилла пенсильвания интересно что там откроет не так прикольно слушайте вот тоже двух осевой двух двух осевой нет двух не все правильно двухосевой трекер был установлен на газоне а ну это вот он который полностью обеспечивает слежение за солнцем круглогодичное объединенные проекты приближают университет к его цели обеспечить возобновляемость энергии 50% потребности кампуса к 2025 году и 100% к 2040 ну прикольно то есть они планируют полностью перейти на возобновляемые источники энергии похвально хочет помочь другим школам в дотяжении их цели в области возобновляемых источников энергии так для интереса в принципе видите есть людям к чему стремиться и заметьте нету профинанса профинанса вообще нету мы работаем с ними чтобы помочь не только выяснить есть ли у них место для солнечных систем но и просто начать миссию по устойчивому развитию в целом по словам университет солнечный представляет образовательные возможности для студентов по инженерным и энергетическим программам другой солнечный проект террасол установлен в Ульямском колледже торговли в СМИ штат Пенсильвания предоставил студентам доступ к средствам управления электростанция кампуса и солнечной системы это то на что мы надеемся что Милисвиль станет образцом того что должен делать другие школы сказал Роберт в конечном счете все что мы хотим в солнечной промышленности это образованные студенты которые заинтересованы в работе в нашей отрасли ну прикольно понятно удаляем вот так все быстро печально досадно что-то про журнальчик у нас было контент главная причина по которому мы подписываемся на журнал картинки графика рассказывается история слова которые представляют качество контента нормальный журнал это вот этот журнал я листаю в онлайне я на него подписан он мне приходит уже не один год иногда интересные вещи тут нужно найти так хотите увеличить продажи вот это я смотрел мне плакать хотелось это неинтересно влияние выключение коридинальной энергосети влияние выключения наверное они что выключали солнечную электростанцию сразу первый вопрос кривая утка обзоры ежедневных прогнозов нагрузки калифорнии посмотри что там есть краткую руководство по смарт модулям так это я так понимаю то что управляет солнечными панелями и сбрасывает сразу непосредственно в госсеть так сколько там уже идет трансляция ребята извиняйте но трансляция очень низкого качества очень 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 было а сейчас она вообще не идет прикольно так ладно поехали шатдаун импакт он в грит что отключили от грит систем что ли прикольно а я не знал так перевести смотрим стремясь замедлить быстродействие распространения ковид-19 штатов сша издали приказ о домашнем присмотре и руководящим указания по социальному дистанционному из-за исключения так калифорния была первая кто издал орден на проживание 19-го года и теперь по крайней мере 41 штат последовало его примеру ввиду того что большинство второстепенных предприятий и операции временно закрыты работники переходят на работу из дома в калифорнии произошло заметное сокращение потребления электроэнергии в штате глядя на общую потребность в энергии сети или сколько энергии использовало государство в обычные часы в рабочие дни 16 марта 3 апреля мы можем увидеть значительное снижение спроса в середине дня а также снижение утренний спрос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года но это логично предприятия перестали работать заводы некоторые перестали работать некоторые перешли на сокращенные дни с понижением мощности работы и у нас получается в итоге то что получается 30 марта оно еще больше сократилось за 20% ну вот тут график снижение спроса на электроэнергию в середине дня в сочетании с большим количеством солнечной энергии в Калифорнии вызвало некоторые опасения по поводу переизбытка солнечной энергии о чем лучше всего свидетельств первоначальной изданной кривая утки кривая утки это просто перевод наверное известно печально известно а все понял это вот этот график кривая утки называется у них все понял все я вспомнил я где-то эту фигню уже слышал вроде на бирже где-то там встречал подобный термин так до сих пор калифорнийскому независимому системному оператору сетевому оператору штата не приходилось дополнительно сокращать производство возобновляемой энергии сверх нормальной работы вместо этого в середине дня сокращается импорт энергии из других энергостей выработку энергии из ветряных и малых гидросистем ну это логично солнечная система давит в принципе остальные можно как-то ну и не рассчитывать на них хотя с другой стороны ветрогенератор это штука такая без нагрузки я не знаю куда она может отправиться хотя там скорее всего это тоже предусмотрено в некотором смысле общая нагрузка на сеть не сильно отличается от типичных выходных которые хорошо оборудованы для обработки прикольно так и вот она уточка это все понятно ну это тоже самое можно в принципе не читать то есть вот пики расходы с 12 до так получается где-то до 5 с 9 утра до 5 вечера у нас провал якобы то есть потребление вот такое каждый год смотрите видите днем растет 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 а тут вирус пришел и получилось некрасиво а это по генерации во раньше генерация была и так нет локальная это скорее всего потребители были потом они когда начали переходить на выработку ну и соответственно люди дома сидят куда им а тут уже генерация идет собственная получается то есть энергия не востребована и энергия впустую не принимается так тут что у нас такое интересненькое хотя солнечные программы могут помочь разработке оптимальных так я так понимаю там кто-то что-то пишет но у меня что-то не показывает сейчас я перезагружу а и вообще ничего не пишет а нет что-то пишет о комментарии ничего себе а и тут еще трансляция наверное идет точно смотри как тут трансляция идет о ничего себе тут еще людей больше чем там ну опять я говорю youtube проглючил хотя солнечные программы могут помочь разработке оптимальной фотоэлектрической системы выбранные вами компоненты также будут иметь значение для достижения желания выработки энергии один контактный тип что такое умный солнечный модуль интеллектуальный модуль это солнечная панель со встроенным оптимизатором постоянного тока это такая штука которая следит вот например птичка немножко там сделала дела на панельку панелька стала меньше выдавать энергии так вот вот эта штучка она начнет выдавать энергию столько сколько нужно если панель полностью затенена она отключит этот модуль панель из секции и тем самым даст другим работать более эффективно или модуль выйдет из строя он анализатор этот проанализирует мощность которая проходит через его цепь тем самым примет решение отключить или нет также эти модули вроде собирают статистику программного обеспечения такое окно где по каждому модулю можно посмотреть состояние то есть не модули а солнечные панели так сейчас пока я не запутался лучше прочитать и может проще сформулирую так к интеллектуальным модулям будут предварительно подключены оптимизаторы питания оптимизаторы помогают каждой панели работать на своем максимальном уровне мощности независимо от того как работают другие панели в этой же подключали последовательно панели в цепь для хай вольтажа например вот как у меня 20 панелей на 450 вольт и каждая панель если она вдруг затянена ток падает на всей цепи во всей с данной же штукой вот эта панель начнет выдавать меньше а панели остальные как выдавали так и будут выдавать то есть в процентном соотношении мощности изменится не сильно в то время если у нас в обычном с вами подключении если одна панель затянена то у нас соответственно с вами возникнет падение мощности колоссально в том эквиваленте солнечных панелей что у нас с вами есть но это это конечно круто я прям видел эти системы кстати в этом же журнале я с ними первый раз познакомился я удивлен что в принципе у нас я про это не слышал но я удивлен то что никто про это не говорил и не спрашивали потому что суть такая все говорят про литий сначала литий ион 18650 потом про литий полимер потом про еще что-то потом про литий железо а титанат потом литий железо фосфат но никто не говорит как увеличить эффективность мощности выработки солнечных панелей хотя изначально люди говорили надо панели соединять там по 2 по 4 последовательно для того чтобы был хай вольтаж тут уже давно эти модули ставятся и он выглядит коробка вот такая вот коробка с обратной стороны солнечной панели стандартный ее размер большая коробка вот этот модуль он уже установлен там есть солнечные панельки с маленькой такой распределительной коробки где диодики расположены и шины у нас там подпаяны и провода имеют подходят и выходят так вот он ставится там и он если не ошибаюсь так же то ли по этим же проводам связь держит то ли там дополнительный кабель типа ой как раньше телефон был RG11 вроде бы если не ошибаюсь он подобным способом соединяется между собой и они как бы собирают статистику и на веб интерфейсе либо на компьютере вы можете посмотреть потом по конкретной панели если что до этой темы мы тоже дойдем вроде бы эти темы здесь должны были в почтовом ящике мне сохраниться так что такое так компромисс использование интеллектуальных модулей сводится в первую очередь к стоимости цена может быть выше но преимущества интеллектуальных солнечных модулей могут быть более привлекательными в зависимости от ситуации я вот полностью согласен вот например вы ставите систему например на 100 кВт в час не на 10 не на 5 не на 1 кВт а на 100 тогда да эта система как дополнительное вложение то есть она стоит нехило на каждую панель но при этом вы получаете то что например идет у вас большое поле солнечных панелей идет туча закрывает одну часть модулей и передвигается по панелям вот прям вот так туча вот это темное пятно по панелям на протяжении всего поля по хорошему по хорошему если вы соединили их последовательно и у вас там раз поле два поля и вы будете терять вот этот огромный промежуток все это время мощность все это время с интеллектуальными модулями вот этими доработками получается у вас будет не работать только та часть панели из этой всей сборки которые выдают меньше всего либо полностью не работают и получается как бы больше плюсов чем минусов но тратить на это деньги я лично не рекомендую это опять таки для я не знаю для опыта для знания что подобные вещи есть но не для того чтобы бежать и покупать потому что если вы цены увидите вы будете очень 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 удивлены я не знаю там вообще по жестке интернет тупит вы не переживайте трансляция потом появится в записи так лучшее преимущество умных модулей увеличение производительности энергии как упоминалось ранее снижение программных затрат интеллектуальных модулей могут помочь оптимизировать процессы закупок и сократить время установки вместо того чтобы искать поставщика для панели или оптимизаторов постоянного тока и заказывать тут имеется ввиду для того чтобы найти поставщика или заключить договор для сброса электроэнергии в сеть то есть по идее вот эта система она может быть настолько интеллектуальна что обеспечить необходимую отдачу мощности в рамках например одного предприятия короче это надо подсчитать кроме того установщикам не нужно будет переносить несколько устройств на крышу устанавливать и подключать их более высокое время установки может снизить затраты на рабочую силу а сэкономленные средства могут быть переданы конечному потребителю так поскольку интеллектуальные модули работают независимо друг от друга вы можете отслеживать производительность каждого модуля это да ролик я видел интересно здесь он будет добавлен не вижу я система работает неэффективно так если требуется техническое обслуживание или система работает неэффективно вам будет гораздо проще определить какие панели требуют внимания то есть он жестко показывает так понятно когда использовать умные панели интеллектуальные модули так ну это вы уже сами почитайте на паузу поставьте прям вообще желание особо нет у меня что-то так под конец уже я в жаре этой прям крючу крючу так вот оно вроде бы так сейчас секунду похоже 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 но не оно похоже но не оно так это по совершенно другому вопросу что-то связано с рекламным продуктом а все понял это подобие этой системы типа как они подключаются как они совмещаются не той системы это совершенно другое это скорее всего программное обеспечение да 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 короче программное обеспечение при помощи которого можно проанализировать сколько примерно мощности вы будете получать и можно уже заранее составить график когда какая мощность будет получаться насколько максимальная выработка вас будет короче на самом деле большинство вопросов которые многие люди задают они имеют решение но почему-то не в нашей стране у нас больше проблем люди любят придумать так установка инвертора предварительного планирования мер предосторожности так это посмотрим навеса для автомобилей с меньшим количеством фундаментов плюс сборка на уровне земли обеспечивает обеспечивает общую экономию проекта вот прикольно торговая комиссия считает не нарушил патент так это мы просто откроем это не позволяйте своим клиентам провести еще одну ночь семья посмотрим это для тех кто занимается продажей скорее всего и установкой так губернатор подписывает закон о чистой экономике штата вирджиния новый закон останавливает цели на 100% возобновляемую и расширяет счетчики солнечной энергии так сбора дополнительно отмена всем благоприятных для пылителей солнечных систем так это посмотрим это посмотрим и это закроем ой 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 там сколько всего с этими интернетами это ужас ужас так это мы начало посмотрим установка инвертора на солнечной панели требует предварительного планирования и мер предосторожности запомните каждый инвертор который вы вешаете не дай бог на улице не дай бог дома где-то перед кроватью в спальне вы должны предостеречь купить резиночку специальную и запаковать его прям так и хочется сказать у установщиков есть множество вариантов выбора инвертора для проекта солнечного на несколько не бизнеса дать коды быстрого отключения тем не менее стоковые инверторы являются любимым выбором для этих установок по ряду причин то есть есть распространенные инвертора которые получили свое распространение так управление проводной связью так доктор по коммерческим так для обслуживания цепного инвертора требуется только лестница если инвертор не сломан его необходимо заменить в большинстве случаев обслуживающий персонал может подняться по лестнице к инвертору подключить ноутбук для установления непорядок а затем заменить неисправные предохранители или клеммы ну да это которая система более такие со сбором достаточно большого количества статистики дополнение к вопросам технического обслуживания монтажа установщики должны выбирать марки инверторов которые доказали свою эффективность условия наружного использования вот слушайте я вообще я видел реально много инверторов для наружного использования блин я вот честно говоря не знаю в нашей стране это нормально нет вот например у нас и влажность достаточно большая ночью и зимой минус 50 и как оно будет вот это все работать в таких больших диапазонах вот мне интересно по идее это очень удобно солнечные панели на улице грит пихнул на улице и весьма неплохо у тебя это в симбиозе будет пахать вот это вот хороший вариант я считаю и системка неплохая большинство инверторов установленных в решетках для навеса будут занесены конструкция затянены конструкция в отличие от некоторых монтируемых на крыше инверторов но они по прежнему будут подвержены погодным условиям более высоким суточным рабочим температурам чем те которые находятся в гараже ну и естественно те которые в тени находятся в полной тени или в помещении где есть кондиционер естественно они будут меньше испытывать стресса когда они выходят на улицу вот так и у вас если что-то что можно перевернуть переключатель или повернуть что-нибудь в этом роде приятно убрать его с дороги т т т т т тут уже переломный язык изготовление точки крепления для установки могут использовать так как Эйнштейн это интересно нетрадиционно автомобильные инверторы фига себе а ну такую штуку я видел да если вот установка достаточно велика чтобы центральные инверторы имели финансовый смысл этот тип инвертора может быть отличным вариантом для установки навеса для машины связать их все в одном месте центральные инверторы по своей природе монтируются на землю и у вас будет одно место обслуживания то есть можно все стянуть в одну кучу и будет там все по фэншую а можете вешать для того чтобы была экономия непосредственно над каждым полем свой инвертор так тем не менее так предпочитают стоковые инверторы при установке навеса поскольку они простые но все же дают установщикам надежность нескольких инверторов в более крупной системе короче речь идет про то сколько инверторов поставить поставить хорошие но бюджетные и ставить его на каждое поле либо поставить например 2-3 инвертора но все поля сводить к нему то есть речь тут идет не о том что куча инверторов поставить в одном месте нет речь идет про огромный комбайн который позволяет заменить кучу инверторов но при этом он будет один и где-то там в сторонке стоять а к нему просто нужно будет стягивать провода и вот тут как бы говорят про то что многие установщики предпочитают систему вот солнечные вот грит вот это все скомпоновали сеть подключили вот оно работает если проблема с одним из устройств пошел пока его делаешь все остальное работает ну как бы многие кстати такого мнения придерживаются и я иногда но есть очень большие проекты где подобные вещи нецелесообразны прям вот так поступать однозначно что надо надо ставить хреново тучи инверторов чтобы сэкономить бабло либо надо поставить один для того чтобы сэкономить бабло в зависимости от типа инверторов да и от той ситуации которая нужна тут надо подходить с той точки зрения что по факту необходимо а не то что выгодно продавцу и то что выгодно установщику а по факту всегда должны быть люди которые должны рисовать план какой-то строить но это мое сугубо личное мнение вот тут что-то мало у нас написано на каля-каля но тоже неплохо выглядит вот такая вот это я так понимаю какой-то рынок просто какая-то автостоянка вот тут в принципе ничего такого нет ну достаточно неплохо вот они гриды висят в уголках да да вроде бы разворачивать картинку не буду это долго а хочется уже закончить так это про патент там у компании одной были проблемы так это не интересно так это у нас про так это мы уже с вами смотрели и это у нас 7 популярных солнечных систем 7 благоприятных опылителей для опылителей лесов блин 7 благоприятных для опылителей не понимаю сейчас почитаем что такого как система установлена работает не так много места для других крупных разработок на наземных солнечных площадках одно из решений которое разработчики применяют на практике это посадка благоприятной для опылителей растительности и размещение ульев чтобы а все я помню да это солнечная электростанция ставится и под ними ставятся ульи и выращиваются цветы которым которые не росли в этой местности да они не сильно любят солнце да но при этом на отраженном свете хорошо могут расти за счет этого то что высадка идет цветов зазеленения мест которые раньше например были кусочками пустыни либо не сильно плодородными за счет этого получилось создать как бы экологически неплохую обстановку для опылителей типа пчел за счет чего пчелы начали как бы экологически чистую собирать продукцию так пчелы и другие виды опылителей играют неотъемлемую роль в производстве продуктов питания посредством опыления даже не включая создание меда при этом оценка 35% роста урожая завид от их популяции пчел снижается из года в год и один способ помочь посадить благоприятные опылители и расти блин тут набор слов реально короче то что я вам объяснил вот это вот и есть на самом деле это система не система а технология она достаточно давно уже то есть это более маленькая новость я ее смотрел достаточно давно и она была более широко ну вот типа улья ну здесь для примера вот видите да так же все идет скос травы высадка дикорастущих цветов или разведения ну и тем самым дополнительно вот видите получается это было вот это было видите да что все у нас как пустыня пятна короче короче суть вкратце они ставят солнечные все это в ноль грунт снимает потом засеивают травой цветами ставят улья и за счет этого как бы популяция и пчел и качество меда и плюс как бы дополнительный скажем продукт появляется на рынке вот как то так в общем ладно все я уже не могу жара ребят извиняйте жара в общем спасибо всем за внимание до новых встреч в следующий раз мы с вами продолжим закрывать эту рубрику потому что ну куда уж столько там хранить эти ролики эти темы это уже просто некуда надо от них избавляться в общем попытался я как мог сегодня мне было тяжелее чем обычно потому что вот видите я уже сижу у меня тут везде бежит так что до новых встреч не болейте всем здоровья солнце над головой небо чистого всем удачи всем пока